Да. Юрий Богданович, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру и исход матча. Мы знали, что игра будет сегодня тяжелая. К нам приехала команда с характером. Команда, в которой подобраны футболисты с хорошим футбольным качеством. Которая дает им не уступать. Но по сегодняшней игре я могу сказать, что в этом компоненте мы сегодня не уступили. Мы не уступили в единоборствах, мы не уступали в желании. Произошел момент такой, мы не забили штангу. Потом судья находит угловой, которого не было. Идет подача, рикошет, гол. И гол, который решил исход встречи. Мы хотели, хотели. Мы все делали для того, чтобы сравнять. Пошли большими силами вперед. Но в конце могли пропустить еще один-два. Хотя главный тренер отметил, что вроде бы в команде «Авангард» было преимущество. Но как такого преимущества не было. А разговора нет. В конце могли мы пропустить еще один мяч. Нам, я могу сказать и пожелать, что нам надо терпеть. Надо делать команду. Если мы хотим чего-то добиваться, нам надо стабильность. Надо футболисты, которые хотят играть из-за МФК «Николаев». И которые хотят отдаваться на полную. Не только выходя в основном в составе, но и выходя на замену. И руководству клуба я хочу пожелать только терпения. И все остальное придет. Вы говорите руководству клуба терпения и так далее. Скажите, пожалуйста, мы надеемся, что это не долгая черная полоса идет у Николаева. Знаете, не знаю я, насколько это черная полоса. Но то, что могу от себя сказать. Для того, чтобы добиваться и решать задачи, нужен коллектив. Нужен коллектив не на одну игру, а должен быть коллектив на сезон. Должна быть команда. Должен быть кулак. Тогда команда сможет решать задачи. Да, сейчас у нас взять по этой игре. Скажу, претензий к ребятам нет. Все отдавались на все 100%. Все играли с желанием. Но так надо играть каждую игру. Если бы мы играли предыдущие две игры, которые мы проиграли с Горняком. Спорт и с Минаем с таким желанием мы играли бы, то мы сегодня бы не проиграли. Мы бы не проиграли в Минае. Мы не проиграли бы и сегодня не проиграли. Сегодня футбольный Бозенька дал бы нам возможность почувствовать вкус победы. Спасибо большое. Удачи вам в следующих матчах. Удачи вам в следующих матчах.